Девушки отдыхают А чё ты не скачал? А чё ты не скачал? А чё ты не скачал? И сегодня их готовьтесь 35! Знаете, что я думаю? Где-то посрединке мы остановимся с вами и, возможно, перенесём вторую часть вебинара на следующую неделю. Но если вы ещё будете готовы слушать меня, то вполне возможно, что мы осилим все 45 слайдов. Поставьте, пожалуйста, от 0 до 10, как меня слышно. Отлично. Отлично. Пока загружается презентация, я вам сразу же скажу. Вкусняшка. Лучший прием привлечь внимание свободной и какой-либо другой лошади, и лучший прием замотивировать лошадь, это не вкусняшка. И скажите, пожалуйста, напишите в чат, как вы думаете, что это тогда? Что тогда, если не вкусняшка? Так, свое поведение, интерес. Действие игра. Замечательно. Внимание. Отсутствие давления. Вы считаете, Виктория, отсутствие давления, это привлечет внимание. Интересное очень мнение, и вы не так уж далеки от истины. Есть такая методика тоже. Знаете, что, очень многие люди просто не знают, как именно общаться и обращаться с лошадью, и поэтому пытаются заменить это незнание лакомствами. Возможно, вы за собой тоже наблюдали. Когда вы хоть как-нибудь хотите поощрить лошадь, вы перекармливаете, вы пытаетесь вот именно показать свое одобрение, именно лакомство. Все мы этим грешили и, возможно, до сих пор грешим. На этом вебинаре мы будем рассматривать всевозможные пути, как еще можно поощрять, мотивировать, именно мотивировать лошадь именно не вкусняшкой, именно не напрямую. Скажите еще, пожалуйста, почему нельзя давать взятки лошади? Вот тоже о вкусняшке вопрос. Пока загружается презентация, вот ответьте на этот вопрос. Кто как думает, почему нельзя давать взятки лошади? То есть за взятку, чтобы лошадь что-то выполняла. Ну да, хорошо, а если нет такой проблемы, что она будет попрошайкой, что еще? Почему еще нельзя давать взятки? Нечем будет расплачиваться. Интересно, да. Вот, так вот, смотрите, когда вы даете лошади вот эту самую взятку, еду, вы тем самым выкладываете очень мощный козырь. И если лошадь в данный момент не хочет именно этот кусочек морковки, если лошадь сытая, то вы, выложив этот козырь, вы теряете контроль. Да, то есть вам больше нечего предложить лошади, вот она не хочет, а вы уже дали команду, да, она вас не послушала, потому что она сытая, но она не замотивирована на эту морковку в данный момент. И все, вы не знаете, что дальше делать. Лошадь выиграла. Вы теряете контроль, когда вы предлагаете взятку, а лошадь ее не принимает. И второе, когда вы что-либо предлагаете лошади сделать за взятку, потянуться за морковкой туда, потянуться за морковкой сюда, понимаете, процесс обучения очень замедляется. Я бы сказала, что лошадь вообще не учится именно тому, что вы хотите ее научить, а она просто учится тянуться за морковкой. Вот этому она хорошо учится. То есть получается, что и плюс еще, ну вот представьте, что вы занимаетесь со своим двухлетним сыном и учите его алфавиту. И за каждую выученную букву вы настолько не уверены в его интеллектуальных способностях, да, что на каждую выученную букву вы будете ему давать там кусочек какого-то лакомства. Это же нонсенс, мы же знаем, что наши дети умные, они вполне способны, и им интересно обучаться и так далее. Мы не будем их унижать тем, что будем вот давать лакомства, да. Так и лошади, они вполне интеллектуальны и вполне способны усвоить поставленную и решить поставленную вами задачу. Поэтому мы поговорим еще о лакомствах, поговорим о кликер-методе в том числе. Это немножко другое. Вот, но именно вот за вкусняшку первое вы теряете контроль, и лошадь ничему не учится. Вот, поэтому давайте поверим, что лошадь способна думать. И продолжим. Так, загружается еще презентация. Ладно, продолжим дальше. Вот, что мы знаем о мотивации? Я бы сформулировала, вот я бы сделала такую формулу. Мотивация к обучению и мотивация к работе вашей лошади, все это идет от мотивации к общению с вами. Если лошади с вами интересно, если она замотивирована быть с вами, общаться с вами, находиться с вами, следовать за вами, тогда лошадь открыта и к обучению, и к работе. Вот, какие методы мы знаем? Вообще, какая мотивация бывает? У человека точно так же. Бывает внешняя мотивация и бывает внутренняя мотивация, да? Ну, что такое внешняя мотивация? Это когда кто-то тебя дает волшебный пинок, да? То есть, либо это кто-то дает волшебный пинок, либо складывается ситуация таким образом во внешнем мире, что это заставляет объект, который мотивирует двигаться, да, к своей цели, вот, или к комфорту. Внутренняя мотивация – это когда, ну, например, мотивация потребности, если лошадь голодна, у нее вот своя собственная внутренняя мотивация, собственно, утолить чувство голода, да? У человека гораздо шире спектр внутренней мотивации, то есть, это и мотивация роста, и мотивация достижения какой-то цели и так далее. Вот, то есть, бывают внешние и внутренние мотивации. Какие методы мы знаем? Именно мотивация лошади. Вот скажите, какие вы методы знаете мотивации? Картинки загружаются. Это очень большая презентация, поэтому пока давайте так общаться. Вот, ответьте мне, какие методы мотивации лошади вы знаете? Так, ну, хорошо. Кликер, интерес, погладить. Хорошо. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, ничего у вас не получится с лошадью, если вы сразу же не решите вот все-все вот пунктики в потребности, мотивация потребности. В первую очередь, природа лошадь создала такой, чтобы, ну, как все, всех живых организмов, чтобы выжить, чтобы удовлетворять свои потребности. Это голод, это жажда, это безопасность, то есть избегание боли, что часто используется тоже в обучении, страх, инстинкты выживания. Это инстинкты размножения, поиск места в иерархии, стремление утвердить свою позицию и соперничество. То есть, смотрите, когда мы начинаем обучать лошадь или общаться с лошадью, которая голодна, то, соответственно, обучение строится очень трудно. Если лошадь на свободе, она убежит, есть траву. Если лошадь нас боится, опять-таки она убежит. В замкнутых пространствах, если мы болью заставляем лошадь обучаться, это совершенно отдельная тема. Насколько это допустимо, об этом мы позже поговорим. Вот, если жеребец только и озабочен тем, как продолжить свой род, да, тоже очень сложно его удержать. Мы должны анализировать каждую ситуацию, в чем имеет потребность наша лошадь. Если она ищет место в иерархии, скажем, между вами и собой, то мы опять-таки имеем проблемы с поведением лошади, с непослушанием, с агрессией. Если мы еще не установили свое лидерство, мы не можем обучать лошадь, и, соответственно, она не мотивирована слушать нас. Вот, какие еще потребности у лошади могут быть? Познавательные потребности, исследовательское поведение. Это как раз нам на руку. Мы можем на этом играть, чтобы повысить интерес лошади к занятиям. Вот, игровая деятельность, потребность в общении с сородичами. Прежде всего, лошади играют сами с собой, ну, то есть со своими сородичами, да. Но мы также можем это использовать, их интерес к игре. Вот, дальше. Какие потребности? Мы должны знать всегда и понимать это, проверять. Если лошадь испытывает какое-либо недомогание, мы очень должны быть внимательны и не работать лошадь, не обучать ее против ее воли. А лошади всегда нам обязательно об этом расскажут. Либо это будет какая-то наминка в копыте, либо дискомфорт, какие-то боли, мало ли что. Может быть, болит зуб, может быть, мышца потянута и так далее. Любой дискомфорт лошади мы должны учитывать. Потому что эффективность обучения и мотивация лошади находиться с нами во внимании, работать и заниматься с нами, очень зависит от каждой ее потребности, да. Потребность в движении у лошади тоже. Если мы хотим чему-либо обучить лошади в статике, растяжке, или хотим включить интеллект лошади, она застоялась в деньнике, долго или в маленькой леваде, мало двигалась, не двигалась вообще целый месяц. Нам нужно сперва удовлетворить ее потребность, вот эту мотивацию, удовлетворить потребность в движении. Потребность в пространстве, но это схоже именно с динамикой, с движением. Все-таки лошади не наши игрушки, лошади не куклы. И если вы хотите построить крепкие отношения с лошадью, так, чтобы она замотивирована была находиться с вами, и относиться к вам внимательно, как к другу и лидеру, вы должны предоставить условия лошади. Это пространство, это не жизнь в деньниках, это именно, чтобы хороший был и выгул, и движение. Вот, то есть понятно, да? Прежде чем говорить о мотивации на занятиях, мы должны учитывать потребности лошади. Вот, по поводу потребности, чтобы человек к ним не приставал, в том-то и дело, что лошади не нужно, чтобы мы были с ней, да? Это нужно нам. И это наша задача, поменять вот этот минус на плюс и убедить лошадь, что это великое благо находиться рядом с человеком. Это именно наша задача. Поэтому мы здесь и собрались, как замотивировать лошадь на занятия. Во-вторых, что мы еще знаем о мотивации? Какие есть еще методы, техники, приемы? Вы, наверное, поставьте плюсики и минусики, кто слышал о подкреплениях. Подкрепления положительные, подкрепления отрицательные. Кто об этом слышал? Поставьте плюсики и кто не слышал минусики. Ну вот, на самом деле, это такое сейчас современное слово, подкрепление. На самом деле, мы все пользуемся этими самыми подкреплениями. То есть, мы хвалим, например, друг друга, да? Или мы хотим, чтобы лошадь запомнила этот момент, благоприятно даем ей лакомство. Все это положительное подкрепление. Отрицательное подкрепление – это нечто, дающее лошади дискомфорт. Положительное подкрепление – это нечто приятное, дающее радость лошади. Вот. И все это очень успешно используется. К примеру, отрицательное подкрепление используется в Natural Horsemanship, то есть, по бренду Патта Парелли, натуральное отношение, что называется, НХ, да? Вот. Положительное подкрепление активно используется в кликер-методе. Все это очень эффективные вещи. Вот. То есть, мотивация идет либо к положительному подкреплению, чтобы достичь вот этого положительного, вот этой радости, либо вкусняшки, либо похвалы, да? Либо от. Интересно, что когда мы занимаемся именно давлением, то есть, отрицательное подкрепление – это давление, оказываемое на лошадь, вот в чате кто-то написал «снятие давления», то получается, что лошадь уходит от давления к комфорту от снятия давления. То есть, во все работает вот эта двойная мотивация лошади. Вот. Мотивация, то есть, это и есть мотивация комфорта, да? Очень хороший пример звонка в дверь, пример снятия давления. Этот пример привела Марайка на своем семинаре в Москве, я присутствовала на этом семинаре. Вот. Представьте себе, что вы пришли в гости к друзьям, звоните в дверь, друг открывает вам дверь, но вы не перестаете звонить, да? То есть, вы представляете себе глупость этой ситуации? То же самое со снятием давления. Если вы хотите, чтобы лошадь открыла вам дверь, ну, то бишь, сделала что-то, о чем вы ее просите, да, она это делает, но вы не замечаете этого и не снимаете давление, это похоже, это то же самое, что вы продолжаете звонить в этот звонок. Интересная, да, метафора такая, сравнение. Так, быстренько поставьте, пожалуйста, плюсики, что меня слышно, потому что тут... Тут, отлично, ошибку Windows выдают какую-то. Вот. То есть, со снятием давления понятно. Это очень-очень важный момент в мотивации лошади слушать вас, собственно, ваше давление, и в том, чтобы объяснить лошади, что она сделала конкретно на ура. Отлично. Еще один очень мощный способ мотивации лошади – это последняя фаза. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает о Патти Парелли и его философии усиления фаз давления? Вы когда-нибудь применяли последнюю фазу давления? Вот. Секрет последней фазы давления состоит в том, что лошадь должна понимать, что вы не просто так вот здесь вот размахиваете руками, что за вашими действиями последует какая-то более-более дискомфортная фаза. И в зависимости от того, насколько эта фаза будет дискомфортна, настолько резвее будет себя вести лошадь. Вот. Это, возможно, звучит довольно жестко, но я всегда буду акцентировать внимание вот именно на методах НХ, почему они работают и почему они справедливы. Они справедливы, во-первых, потому что лошади дается право выбора избежать этого давления, ей дается вот такой коридорчик, чтобы она выполнила то, что вы хотите. Это во-первых. И во-вторых, эти команды даются логичным образом и понятным для лошади. То есть это не столько наказание, сколько отрицательное подкрепление, которое, несмотря на очень сильную фазу, опад по рейли бывает очень и очень жестко в последней фазе, буквально вот бьет по лошади. Вот. Но, тем не менее, это работает, и, возможно, для лошади достаточно понять это один раз. Вот. И лошади становятся прыткими и очень замотивированными слушать малейший ваш жест. Однако же на этом вебинаре мы не будем подробно изучать вот эти вот все фазы давления. Я об этом достаточно описывала в азбуке лошадиного языка в своей мини-книге. Мы будем изучать другие подходы, не такие. Это хороший, очень работающий метод. Но, тем не менее, если в ваших руках, в ваших средствах контроля только сила, веревки, амуниция, то это очень мало. Это очень мало. Поэтому нам срочно нужно выяснить, что же еще замотивирует лошадь, в том числе и на динамику на движение. Да, я видела, как Патт бьет по лошади. Да. Да, я не буду сейчас об этом рассказывать. Я смотрела несколько часов его видео по семинару. И Лидия, ой, Лидия, перепуталась с ним взором. Его жена и Патт Парелли очень доступно объясняют значимость последней фазы давления и демонстрируют. Давайте, давайте не будем сейчас на это отвлекаться. Да, бьет, да. Так, сейчас я отключу пока что чат, потому что у нас действительно очень много информации. Дальше. Я вам расскажу один секрет. На самом деле нужно стремиться к тому, чтобы последняя фаза вашего давления, вот именно последняя фаза, знаете, чтобы это было? Чтобы это было прикосновение к лошади. Вы представляете, какую работу вы должны провернуть вот до этого момента столкновения двух миров, вас и лошади? Пока еще не представляете. На самом деле нужно стремиться именно к тому, чтобы не доводить вот до таких крайностей, до демонстрации силы, но заражать лошадь энергией настолько, чтобы последняя фаза была прикосновения. Это высший пилотаж, это мастерство. То есть я не призываю вас, как Пат Парелли, заканчивать все последней фазой. Я призываю вас поработать над собой тщательно, ежедневно, каждый раз, когда вы работаете с лошадью, чтобы достичь именно этого уровня. И на самом деле это секрет контроля на свободе, лошади на свободе. Для этого вы должны работать над четкостью, чистотой, языком своего тела, энергетикой, жестами. Жесты должны быть понятными, чистыми для лошади. Хотя со стороны, возможно, этого никто не увидит. Как на моих живых семинарах, люди просто не понимают, что я делаю. Когда я присоединяю лошадь, лошадь вроде вот мы потоптались, как-то покружили по арене, что-то сделали, почему лошадь прибегает ко мне. Люди не понимают. Но лошадь очень четко понимает язык вашего тела, вашу энергетику, ваши мысли, направление взгляда, разворот ваших плеч. Лошади все это очень четко считывают. Вот. Далее. Очень важный прием – это давать лошади время на обдумывание. Это касается и методов давления, и методов кликера. И просто когда вы предлагаете лошади следовать за вами, надев на нее недоуздок, всегда давайте лошади время на реакцию, на то, чтобы она имела возможность не просто из страха побежать куда-то, что-то сделать немедленно, а для того, чтобы она это сделала сознательно. В чем же парадокс? Вот действительно это парадокс, когда… Смотрите, с одной стороны, по логике вещей, мы должны просто сначала лошади показывать какой-то понятный широкий жест, да? Вот скажите, запутало вас это или нет? Смотрите, я открыла чат. Сначала мы показываем очень широкий жест лошади, чтобы он ей был понятен, да? Затем, когда лошадь его понимает, мы показываем немножко более смазанный жест. Затем мы буквально показываем пальчиком, затем только мы подмигиваем взглядом. Да, вот это обычная логика вещей. Вы согласны со мной? Очень многие люди так действуют и так думают. То есть, чтобы чему-либо научить лошадь, они сначала очень активно ее этому учат, и потом они заглушают, делают сигналы более смазанными. Да, но парадокс в том, и я вам сейчас открою секрет мотивации лошади, что надо наоборот, Саша, действительно, это правда, и это скрытый айсберг мотивации лошади. Вы не должны сразу бросаться жестами, вы не должны делать сразу яркие движения. Сначала все начинается с мысли, с намерения, с вектора вашей мысли, с того, что вы знаете и четко представляете, что вы хотите от лошади. Именно этот путь к тому, что лошадь начнет распознавать ваши самые ранние сигналы. Не топорная работа, когда мы ярко делаем, а потом заглушаем, но точно вот как Патт Парелли, например, учит, да, действуем сначала от прикосновения, да, до тяжелейшей фазы, точно так же, если мы хотим, чтобы лошадь чувствовала наши мысли, читала наши мысли, вот, чтобы она хотя бы чувствовала, понимала наш импульс, нашу энергию, вот как минимум, мы должны с этого начинать. И в этом состоит парадокс контроля. Да, правильно, сначала надо себя научить, это работа над собой. Почему-то очень долго загружается презентация, ну, очень долго. Подождите минуточку, я сейчас перезайду. Секундочку, неправильно почему-то не загружается презентация, сейчас еще раз попытаюсь загрузить. вот, все дело пошло гораздо быстрее, я думаю, сейчас загрузится. так, поехали дальше. Итак, контроль, тот контроль, который обычно человек держит в своих руках, это железо, это недоустки, это вот любые приспособления, на самом деле это громадная иллюзия. Мне встречались люди, которые выезжали в поля на недоустки, и признавались, они делали это только потому, ну, то есть, человек мог и на свободной лошади, то есть, это профессиональный человек, но все-таки выезжал на недоустки, который не сможет удержать, в общем-то, лошадь, именно потому, что этот недоусток вселял какую-то уверенность, да, человеку, то есть, вот все эти, вся эта амуниция, на самом деле, громадная иллюзия, если мы не понимаем глубинных причин, как будет нас слушаться лошадь, как это возможно, чтобы лошадь слушала нас на свободе, как это возможно, когда мы верхом и не контролируем физически голову лошади, чтобы лошадь нас слушала, и чтобы мы, она дисциплинированно шагала и двигалась таким образом и туда, куда мы хотим. Вот, то есть, если мы считаем, что амуниция – это самый сильный наш аргумент, мы очень сильно ошибаемся. Так, ура, 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 презентация загрузилась. Вот, на самом деле, не зря вот эта картинка нового DVD «Волшебство присоединений» стоит здесь, на обложке курса, то есть, на обложке вебинара. Так, сейчас я дойду до нужного слайда. Вот, пожалуйста, вам позитивная картинка, меняю проигрыватель на выигрыватель. «Волшебство присоединений» «Волшебство присоединений» Скажите, все видят слайды? напишите пожалуйста все ли видят слайда вот ответьте так меня слышно где активность видно ли слайды напишите а я такая деловая закрыла чат и прошу вас написать отлично спасибо итак скажите пожалуйста есть ли потребность говорить о наказании если тут люди которые считают что наказать наказать наказывать лошадь эффективно нужно ли об этом еще раз говорить потому что потому что не хотелось бы на это тратить время хорошо для тех кто для тех кто считает что наказание смотря для какой лошади необходимо или необходимо в меру я вам скажу одну вещь первое наказание эффективно первое только если оно неожиданно второе только если оно сделано именно в тот момент в который происходит нежелательное поведение в другом случае либо лошадь привыкает к этому наказанию и тогда мы вынуждены его усиливать либо лошадь просто не понимает почему она получает вот по порцию этого негатива вот подробнее кого интересует о наказаниях почитайте пожалуйста документ в группе счастливые лошади выложен документ это вырезка из книги сони баскиной там очень и очень подробно разжеванное наказание и точно так же у карен прайер в ее восьми методах борьбы с нежелательным поведением наказание стоит на втором месте то есть на предпоследнем месте по эффективности то есть как самый неэффективный метод борьбы с нежелательным поведением что еще интересно наказание оно само себя подкрепляет то есть человек который использовал использовав однажды наказание получил положительный эффект то есть послушание от лошади это само собой закрепляется и человек сам того неосознавания не осознавая будет использовать этот метод метод наказания это также касается отрицательных подкреплений на самом деле это все очень ведет несколько по скользкой дорожке потому что все это притупляется эффект наказания эффект отрицательных подкреплений притупляется вот поэтому в этом их неэффективность кроме того само наказание учит лошадь учит лошадь быть не пойманным если мы наказываем лошадь за что-то после чего-то это учит быть не пойманным это не учит не исправляет само поведение как таковое вот еще многие наказывают лошадь не для того чтобы исправить его поведение а для того чтобы доказать свое лидерство опять-таки надо понимать мы что мы хотим мы хотим чтобы лошадь обучилась чему-то или мы хотим доказать свое лидерство это нужно различать это разные вещи вот поехали дальше а первый кстати метод это убить зверя от карен прайер они не наказание это собственно поменять лошадь или что что-то из этой оперы связать руки-ноги и так далее вот что тоже неэффективно так вот по поводу мотивации по поводу нашей темы это восьмой и самый-самый эффективный метод среди восьми восьми от карен прайер метод смены мотивации вот именно мотивация мы если мы хотим чтобы лошадь как-то вела себя корректно хотим исправить ее нежелательное поведение мы должны попросту сменить ее мотивацию это то о чем я говорила в начале вебинара когда мы задумываемся о потребностях лошади да то есть ну вот к примеру ребенок пришел с нами в магазин голодный и он закатил истерику купи мне шоколадку например да если ребенок будет не голодный да то он будет замотивирован например уже клянчить игру а не шоколадку ну к примеру да тем не менее мы избавляемся от нежелательного поведения вот удовлетворив какие-либо потребности какую-либо какой-либо мотив вот от чего это поведение возникает вот и тогда мы уже можем направить внимание лошади в другое русло то есть смена мотивация это очень мощный прием закрывая чат я его на самом деле не читаю от тем кто нужно слушает меня внимательно вот дальше подкрепления они существуют как условные так и безусловные что такое безусловное подкрепление это наверное безусловно понятно то есть это например вот та самая морковка которая которую тут же получает лошадь да вот это это нечто что дается именно в момент именно это та самая цель тот что мотивирует то что является мотивацией вот то есть если это деньги то это точно не является безусловным подкреплением деньги это условное подкрепление потому что это нечто такое боже мой деньги это ну вы сами понимаете и мне уже язык заплетается и столько слайдов делала сегодня столько информация в голове вот деньги это не еда которую мы можем съесть к примеру да мы на деньги можем купить себе очень много и достичь очень много других целей да то есть наша мотивация на нечто условное да может служить другим целям точно так же условным подкреплением является звук в машине отрицательным условным подкреплением звук в машине чтобы мы пристегнули ремни вот для лошади условным положительным подкреплением является звук клика а безусловным подкреплением является само лакомство после клика ну то есть это вот такие простые вещи вот что интересно вот карен правил правил об этом говорит условное подкрепление оно не обязано быть впрочем как то есть безусловное подкрепление не обязано быть сильным и ярким то есть вот знаете как все мы смеемся когда турист приход в другой стране приходит в ресторан или в магазин и вместо того чтобы говорить на иностранном языке он просто ну скажем по-русски просто говорит громче да то есть от этого понятнее не становится да то есть и карен прайер мне очень понравился пример зеленого светофора светофор не должен быть громадной громадной формы или красный светофор да чтобы мы поняли его условное обозначение то есть для нас это является подкреплением к движению или положительным подкреплением да если зеленый светофор и отрицательным подкреплением если это красный светофор то есть он может быть условное подкрепление должно быть просто таким чтобы его можно было заметить то есть это не мини светофор которого который мы можем не заметить но достаточной высоты так чтобы мы сделали то что нужно понятно вот я вам скажу что само условное подкрепление безусловное подкрепление то бишь лакомство когда мы работаем в кликер методе оно также может быть очень и очень маленьким потому что тут работают совершенно другие вещи это не взятка лошадь не будет говорить что почему сегодня так мало и вообще мне надо повышать зарплату нет в кликер методе работают совершенно другие другая философия философия азарта и существует еще такой рычаг как вариативное подкрепление в кликер методе вот но это не то чтобы в кликер методе это вообще законы жизни на самом деле вот и так какие еще приемы какие золотые приемы мотивации лошади я вам скажу вот то что я вам говорила про маленького ребенка да то что мы уже к нашим детям относимся как к существам способным мыслить принимать решения то же самое с лошадью давайте будем включать ее интеллект давайте не будем дергать лошадь за ниточки за веревочки переносить всю заботу вот всю ответственность за выполнение работы на себя давайте каким-то образом да пока буду так говорить расплывчато заставим лошадь или создадим условия чтобы лошадь думала чтобы ей нравилось думать вот и тогда она будет замотивировано очень и очень мощно работать с нами вот схема по хэмплингу сейчас я попытаюсь нарисовать простенькую такую схемку вот значит треугольник вот вот смотрите нижняя так рисует нижняя вершина треугольника это наш стимул вот я вот букву с нарисовал наш стимул верхняя часть треугольника это анализ мозг лошади буквой м назову да и нам необходима реакция лошади то есть это динамика это движение это обучение чему-либо нам необходим результат реакция лошади если мы очень часто в традиционном тренинге я бы даже не говорила в традиционном тренинге я просто скажу большинство людей которые которые хотят быстрых результатов да они дают стимул лошади и не пропуская не пропуская через мозг лошади требует мгновенной реакции вот эта схема дана в книге хэмплинга вот я вам о ней рассказываю вот он очень качественно объяснил эту ситуацию которая происходит вот мы не включая мозг лошади работая лишь на ее страхи на избегание боли на дискомфорте угрожая ей заставляя ее резко работая кнутом и так далее мы вынуждаем ее резко двигаться гоняем да мы получаем результат который мы хотим но при этом лошадь не обучается ее мозг не включен вот напишите понятно это вот этот рисунок мой виден вам вот таким образом как я уже говорила мы должны давать лошади время ой не видно рисунка не видно рисунка как же так почему не видно почему не видно так мирабель я закрываю чат потому что я его не читаю и все вопросы вы можете задать я не могу с вами общаться в живую в диалоге потому что мне очень много есть чего вам сказать в живую в диалоге мы будем общаться в конце вебинара вот ладно не видно рисунка к сожалению представьте себе треугольник с тремя вершинами стимул мозг реакция да вот я не буду тратить время на выяснение технических характеристик этой комнаты вот то есть когда мы не даем лошади обдумать не даем времени на реакцию и получаем результат до лошадь бежит но лошадь не учится мы не включаем ее интеллект вот когда поверьте мне можно добиться динамики лошади можно добиться чего угодно и разными путями если мы хотим чтобы наша лошадь была замотивирована она должна думать она должна анализировать и выбирать то что нам нужно сознательно выбирать вот поэтому дело не в количестве тренировок не в количестве движения а в качестве как мы этого достигли вот от этого зависит дальнейший прогресс потому что прогресса не будет то есть вы опустите хлыст вы прекратите стимулирование лошади скажем тогда и лошадь перестанет бежать все прогресса дальше не будет почему потому что лошадь не думает вот из под палки прогресса не бывает только как вот у нас принято постоянная гонка гоняния лошади на корде и в железе и всегда с хлыстом вот дальше душевная и умственная в лошади это очень большая тема вы знаете наверное что такое собака собака павлова да то есть можно как то вот подкрепить положительно да и существо будет в дальнейшем искать из повторять свое поведение да искать вот это вот подкрепление положительно на самом деле хочу сказать что это огромный айсберг душевная вот это вот и умственная в лошади у всех лошадей разные способности во первых очень сложно лошадь со способностями динамики до замотивировать на какую-то спокойную интеллектуальную работу ну у всех все по-разному до душевное состояние мы об этом дальше поговорим у вас должны быть отношения с вашей лошадью ваша лошадь должна верить вас как в друга как в лидера доверять вам так так вот по поводу положительных подкреплений мы уже начали говорить вот кликер метод кликер метод я вам хочу сказать он очень мощное мотивирующий для лошади для лошади прием очень мощное направление почему потому что лошадь даже не присоединенная к вам лошадь она все равно будет даже на свободе оставаться рядом с вами потому что она заинтересована в том как добиться от вас клика да ну конечно это будет сложнее но тем не менее даже если лошадь захочет ну в другом любом случае захочет убежать от вас заняться своими делами вот но услышав звук клика лошадь которая знает что это такое она останется с вами посреди поля будет работать вот но кликер метод вот сам звук клика это не средство для привлечения внимания да и не нужно не нужно путать не нужно кликать когда лошадь отвлекается этим вы наоборот подкрепляете то что чтобы лошадь от вас отворачивалась кликер метод используется именно для обучения не для дисциплины не для выяснения отношений в иерархии не для выработка языка общения хотя возможно для выработки языка общения но не для каких-то фундаментальных вещей когда вы устанавливаете с лошади своих свои отношения кликер нужен именно для обучения это очень тонкий инструмент и лошадь замотивирована очень внимательно при работе с кликером для того чтобы обучить лошади какому-то вот буквально тончайшему градусу поворота головы наклону наклону головы наклону ноги да там 15 градусов а не 45 до жамбет и так далее сделайте хореографию любую пластилиновую лошадь кликер метод очень тонкий инструмент но помните это мотивирующий инструмент но только на стадии обучения лошади вот как перестать давать вкусняшку собственно это вариативное подкрепление этот рычаг мотивации вариативное подкрепление потому что если вы будете продолжать давать вот как вот с кликом многие привыкают не могут не кликать так не могут не хвалить вкусняшкой за хорошее выполнение команды лошади просто это наскучит это это перестанет работать это просто превратится во взятку вот вариативное подкрепление пусть это подкрепление будет достаточно редко но не настолько чтобы поведение которому вы учите лошадь заглохло да вот затухло затухло угасла вот так вот и понимаете сейчас я вам перечисляю вот все эти приемы но я не могу к сожалению подробно на каждом из них остановиться и объяснить его философию и конкретно технику инструкции да об этом всем я рассказываю на своих курсах и семинарах и показываю вот поэтому сейчас вот просто вот запоминайте на зубок вот далее что интересно для мотивации лошадь лошади поведение которое само себя подкрепляет это тоже очень мощный инструмент нам нужно для этого понимать что само себя подкрепляет то есть что само по себе несет радость лошади итак лошади что это движение это поедание несомненно пищи это успешно избегание наказания или отлова да то есть лошадь ну к примеру если лошадь словили вот и наказали побили в следующий раз ее будет сложнее поймать да она мы просто закрепили закрепили чтобы она убегала от нас или лошадь кусака а она укусит нас мы на нее замахнемся она опять она успешно избежала нашего замаха опять давай кусаться мы на нее опять замаха замашем руками и так далее это превращается в игру для лошади то это то есть это просто напросто само себя подкрепляющее поведение вот само себя подкрепляет общение то есть наша задача сделать интересным общение для лошади с нами игра тоже самой себя подкрепляет то есть все эти вещи мы должны использовать в мотивации лошади вот я хочу заметить что поедание пищи и вкусняшка о том о чем мы говорили с вами в начале вебинара вот нужно различать как это работает когда давать и почему давать и когда прекращать и как не перекармливать опять-таки это тонкости для отдельной темы по кликер методу да то есть очень важно дозированно давать я например лошадям даю маленькую маленькую маленький кусочек колобашку мюсли да я даже могу просто дать понюхать крошки от мюсли в прикликер тренинге не важно размер лакомства да и это не взятка как мы вот рассуждали в начале вебинара то есть это совершенно другое но тем не менее есть лошади пищевики которые очень и очень мотивированы вот на 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 еду и в процессе их обучения чему-либо ну например сбору например если вы хотите научить лошадь шелдер ин на свободе почему бы не научить ее с помощью кликер тренинга без веревок только тем что лошадь замотивирована понять что вы от нее хотите как нужно двигаться куда ставить ноги как поворачивать голову да и вы будете использовать для этого клик и пищу в этом нет ничего плохого если лошадь хорошо замотивирована пищевик но при этом я вам опять-таки говорю это лишь обучение первая стадия первый фундамент лошадь должна понимать язык вашего тела реагировать на ваши жесты и так далее вот какое поведение само себя подкрепляет то есть мотивирует к дальнейшему повторению этого поведения у человека это самоутверждение это послушание лошади то есть нам очень нравится ну давайте признаемся себе нам очень нравится что такие крупные красивые мощные животные подчиняются нам слушаются на нас мы имеем власть над этими животными как много людей спрашивает а как вот укладывать лошадь я хочу чтобы она укладывалась да то есть вот у людей вот именно очень ярко видно это эго я хочу чтобы вот это мощное животное настолько мне подчинялось хочу быть заклинателем да вот это само себя подкрепляет если у нас в каждую тренировку получается какие-то такие вещи лошади нас слушаются вот далее положительные эмоции само движение в том числе верховая езда для человека это само по себе подкрепляющее действие вот например дети когда занимается верховой ездой им ничего не нужно их очень легко обучать им уже приятно просто потому что они сидят на лошади но вот у меня сейчас две маленькие ученицы которые хотят постичь что такое дружба с лошадью и вы знаете довольно сложно их замотивировать тогда когда они не находятся непосредственном контакте с лошадью да то есть объяснить им что это живое существо что они о нем нужно заботиться да у них еще нету вот этого совместного движения с лошадью еще они не умеют управлять лошадью и просто стоять на арене и как-то вот да слушать меня это не мотивирующее само по себе действие да но когда я беру ребенка за руку и мы бежим рядом с лошадью рысю и ребенок ощущает вот этот вот ветер жизни это самой по себе начинает подкрепляться да то есть ребенок хочет еще вот дальше ежедневное достижение каких-то целей то есть каждый день как что-то мы решаем каждый день какие-то чудеса со мной случается вот вот чистосердечное признание со мной каждый день случаются чудеса каждый день мои лошади дарят мне подарки вот прикосновение тактильный контакт самой по себе подкрепление для человека эстетика работы с лошадью вот и также подкрепление о чем я говорила это послушание при отрицательных подкреплениях и наказаниях то есть человеку понравилось что лошадь становится шелковая да и он к сожалению начинает это использовать надо все это понимать надо понимать вот эти вот все глубинные мотивы как лошадей так и наши собственные зачем понимать наши собственные если мы слишком увлечемся какими-то отрицательными каким-то отрицательным самоподкрепляющимся поведением да мы просто потеряем контакт с лошадью и нам уже опять-таки сложно будет говорить о мотивации лошади сейчас я хочу привести цитату сони баскиной из ее статьи с ее сайта вот она говорит о том что когда мы занимаемся с лошадьми мы получаем какую-то выгоду прочитаю занимаясь лошадьми удовлетворяете какую-то потребность получаете выгоду и тратите энергию зарабатываете деньги на оплату занятия ухаживаете за лошадью плюхаете седле или уже выступаете на чемпионате думаете как научить своего любимца новому элементу и так далее если выгода будет меньше затрат энергии или мотивация окажется невелика вы скоро почувствуете что теряете интерес к занятиям разочаровываетесь многие люди по увлечению лошадьми довольствуются коллекционированием марок с их изображением это идеальное для них соотношение выгоды и затрат энергии что забавно да но так же рассуждают и лошади и именно поэтому нам очень полезно всегда представлять себя на месте лошади и анализировать сколько какую выгоду сама лошадь получает от общения с нами от работы и от обучения понимаете итак мотивация к обучению и мотивация к работе идет от мотивации лошади к общению с вами но что же делать вот с этой самой мотивацией к общению как сделать так чтобы убедить лошадь что мы самый лучший самый интересный ее друг это нечто нечто большее чем рефлексы о чем я говорила это нечто большее чем работа по контракту за вкусняшку это я имею ввиду кликер метод а не взятки это воодушевление лошади это азарт это ее чувства эмоции радость игривость это нечто большее чем инстинкты чем простые инстинкты ниже вы увидите схему которая вкратце показывает айсберг вот этих вот глубинных мотиваций лошади быть с вами находиться рядом и следовать слушать слышать и так далее то есть обучаться с удовольствием всем слышно я включила чат вам интересно и так на самом деле не все так просто вот не бывает такого вот просто стимулы отрицательные положительные условные безусловные на самом деле вот что на самом деле это целая жизнь вот не даром была эта картинка моего нового курса волшебное волшебство присоединений и так айсберг о чем вы возможно не подозревали что мы должны построить с лошади вот какое громадное здание просто небоскреб чтобы лошадь была замотивирована быть с нами а значит учиться и работать это доверие во первых доверие как к другу так и к лидеру что значит доверие к другу это означает прикосновение в любых частях тела это означает это означает любые ваши телодвижения и так далее лошадь не боится вас вы можете ну вести себя свободно как с другом и лошадь относится к вам спокойно то есть она знает что от вас ожидать вы друг доверие как к лидеру доверие как к лидеру означает что лошадь будет следовать за вами как за лидером в любой опасной ситуации ну тем более доверять каким-то предметам страшным например спреем доверие как к другу и как к лидеру это очень важная составляющая мотивации лошади быть с вами дальше в доверие входит также ваша справедливость дальше ваше знание что значит знание если мы говорим о мотивации лошади мы должны что-либо делать чему или чему-либо обучаться мы должны сами знать что мы хотим именно потому что мы знаем что мы хотим мы способны убедить и заразить лошадь вот чтобы это сделать понимаете перед вами должна быть картинка знания вот поэтому я написала убеждение и визуализация мы должны четко четко представлять что мы хотим знать и если мы знаем если мы уверены тогда лошадь доверяет этому и лошадь начинает нас слушать и через это доверие обучаться мотивируется обучаться дальше интерес лошади следующее здание интерес лошади это зарплата работа по контракту а именно мы включаем интеллект лошади лошадь сама думает как получить эту зарплату не попрошайничает я опять таки говорю о кликер тренинге не попрошайничает а собственно говоря высший пилотаж это когда лошадь уже занимается настоящим творчеством то есть она настолько замотивирована что она начинает сама изобретать и предлагать вам какие-либо схемы поведения или движения дальше как интерес мы еще строим неожиданность неожиданность под неожиданностью я подразумеваю какие-то сюрпризы интересность яркость в жизни лошади то что мы должны устраивать для лошади мы должны быть интересным другом и интересным лидером и интересным лидером для лошади далее игра конечно интерес лошади мы можем вызвать игрой я вам скажу по секрету что тема следующего нашего вебинара как раз игра игры с лошадьми и еще один секрет открою на самом деле любое любое время времяпровождение с лошадью это должно напоминать игру я не имею ввиду скакать как дикий обезьян размахивать руками я имею ввиду тот позитив тот те броски ты мне я тебе ты так а я так ах ты так а я по-другому то есть всегда на позитиве всегда с интересом всегда с азартом именно этим вот этим интересом к игре мы мотивируем лошадью дальше понимание интерес лошади к нам зависит во много от языка нашего тела от того насколько лошадь его понимает если мы разбрасываемся руками ногами мы не контролируем сами свое тело мы не контролируем свою осанку свою энергетику свои взгляды разворот плеч и очень много вещей мы не контролируем мы сами не понимаем да то есть очень многие люди они например почему не умеют врать они на словах говорят одно а их жесты говорят другое и другие люди видят что эта ложь неубедительна да вот примерно вот так вот бывает с лошадью да мы пытаемся ее поднять в голову а лошадь нам говорит а я тебе не верю потому что язык твоего тела и вся твоя энергия вот это следующий пункт заинтересовать лошадь говорит об обратном мы должны научиться управлять энергией вы представляете сколько это работы над собой прежде чем начать работать и заинтересовать замотивировать лошадь да но счастье в том что мы не должны сидеть дома и работать над собой счастье в том наше наше счастье в том что мы можем общаться с лошадью и вот все время все время и работать в общем то над всеми этими компонентами И знаете что? Не нужно вот это все зубрить, то, что я вам написала. Я вам написала все, что в моей жизни, все, что в моем опыте, в моих знаниях. Вы это постепенно будете постигать сами. Вы сейчас, может быть, посидите и об этом задумаетесь. Если кто-то еще пойдет на мои курсы или приедет на семинары, еще больше поймет уже вживую с лошадьми. Но не надо это зубрить, это нужно постигать. Дальше, следующее здание, следующая частичка айсберга – комфорт. В общем-то, комфорт, ну, можно сказать, комфорт тоже относится к доверию, что касается безопасности. Это безопасность лошадь, и это также касается к лидерству, все настолько перепутано. Лошадь должна себя чувствовать рядом с вами комфортно. Рядом с вами должны быть зоны комфорта. Это безопасность следования за лидером, потому что это безопасно. Это удовлетворение потребностей, о которых мы уже говорили. И это, несомненно, иерархия, что очень и очень важно, и о чем мы говорили в нашем первом вебинаре о работе с доминантными или агрессивными лошадьми. Лошади, ну, совершенно некомфортно все время с вами спорить. Но до тех пор, пока она не понимает вашу ступень в иерархии, она не будет испытывать вот этот комфорт, и она будет проверять вас, и, собственно, вы не сможете ее замотивировать к обучению. Ну, никакой мотивации нет, лошадь просто будет огрызаться. Поэтому очень важно для мотивации лошади, чтобы в иерархии лошадь чувствовала себя комфортно, все уже расслабилась и следовала за вами. Вот, дальше. Комфорт от давления, это снятие давления, да. Комфорт, потому что вы друг, дружба. Комфорт, потому что положительные эмоции. Я вас уверяю, вот лучше всего, чаще всего старайтесь сознательно выбирать именно положительные эмоции, именно или сознательно закрывать дверь перед отрицательными эмоциями. Мы просто тратим свою энергию, мы тратим внимание свое и своей лошади на отрицательные эмоции. Вот, мы вместо того, чтобы расти дальше, анализировать и исправлять ситуацию, мы там начинаем переживать из-за того, что что-то не получается. Это все очень важные вещи. Вот, и все это ведет, вот все эти вздания, все эти частички айсберга ведут к присоединению. Вот, когда меня спрашивают, в чем вот ваше присоединение от Монти Робертса, чем отличается, об этом говорила уже на первом вебинаре, я сейчас не буду рассказывать, я просто вам вот показываю, вы видите, чем отличается, насколько это разные вещи. Это, потому что это целая философия, громадная философия, это не просто погонять лошадь, и чтобы лошадь инстинктивно искала более комфортное место рядом с вами, да. Это громадная работа над собой, над отношениями, над открытием сердца лошади, да. Это не в раз, не сразу. Что касается техники, это другой разговор, об этом вы узнаете именно на DVD «Волшебство присоединений» или на семинарах. Итак, присоединение подразумевает под собой доверие, внимание и уважение. Всегда внимание дает вам право обучать лошадь. Внимание лошади дает вам, я бы сказала, возможность обучать лошадь. Всегда уважение лошади к вам дает вам уже право обучать лошадь, потому что, если вас лошадь не обучает, не уважает, очень опасно работать с ногами с теми же. Вот. И доверие тоже дает вам право на обучение и возможности. Так что присоединение, вот хотите вы или нет, вот, ну, скажем, на выходных я предложила одной девушке присоединить ее лошадь. А она хотела ее погонять просто на корде и в железе. Она говорит, я не хочу снимать железо, потому что вот на, ну, я хотела с ней поработать. И что это такое присоединение? Ну, что это? Ну, она будет ходить. Ну, она совершенно не понимает, что я имею в виду, да. То есть, очень сложно человеку объяснить, что это такое, когда человек не готов еще этого услышать. Вот. А на самом деле это целый мир, это целое зазеркалье, через которое, к сожалению, очень много, многие люди перешагивают, стремясь просто получить результат, какой-то эффект и просто реакцию, там, ракетную реакцию от лошади. Вот. Ох, как много еще нам предстоит. Так. Итак, сейчас мы будем именно говорить о работе над собой. Что нужно сделать, чтобы лошадь относилась к нам более благосклонно? Т-х. Так, почему-то, почему-то у меня перестали щелкаться. Так, мы уже с вами заседаем почти полтора часа. Ну, мы можем с вами проголосовать, если что, на середине. Сейчас 12-й слайд, всего у нас их 45, дорогие мои. Запись увидеть можно, но, соответственно, если все разойдутся, я же не буду в пустоту вещать. И так довольно странно сидеть и размахивать руками, жестикулировать перед экраном монитора. Хорошо, ну, давайте сейчас-то мы продолжим, потому что сейчас мы только начали, это только, мы треть только с вами прошли. На следующий раз. Давайте половину пройдем уже, да? Давайте пройдем уже вот эту вот работу над собой. Вот, итак, сейчас не паникуйте, я зайду и выйду очень быстро, потому что перестали, к сожалению, слайды. Да, все, я здесь. Да, все пропало, сейчас все появится. Я здесь. Алло, как меня слышно? Так, отлично. Хорошо, слайды загружаются, я продолжаю быстренько вещать. Быстренько вещать. Итак. А, подождите про работу над собой. Давайте вот тоже очень-очень важные моменты. Что мы можем дать лошаде? Чтобы включить ее интеллект, чтобы включить ее мотивацию быть с нами. Первое и самое важное, вот прямо вот, я не знаю, распечатайте, повесите на холодильник, на конюшне. Мы, первое, что мы можем дать лошади, выбор, выбор всегда. Выбор дает мотивацию лошади. Как сделать лучше, мотивацию быть с нами, любопытство от результата, если мы даем лошади выбор, понимание. И через это лошадь обучается. Лошадь включает анализ, лошадь начинает даже экспериментировать. Лошадь подключает свой разум, и мы тем самым подключаем еще как мегаприз, то есть мы усиливаем возможность того, что лошадь выберет это поведение в будущем, предоставляя лошади выбор. Я понимаю, что сейчас вам сложно, вот, сложно осознать, о чем идет речь, что значит давать выбор, да? Ну, во-первых, во-первых, это давать лошади время, вот то, о чем мы говорили, когда мы даем какой-то стимул и даем лошади время, да? Вот, во-вторых, мы не наказываем лошадь при обучении за то, что она делает что-то не так, вот. Ну, а дальше я вам расскажу, что, значит, выбор, возможно, не полно, лучше всего, конечно, это смотреть на видео, опять-таки, диск волшебство присоединения. Вот, я вам скажу, что лошадь просто разворачивается на 360, нет, на 180 градусов, да? То есть она убегает от меня, я предлагаю ей выбор, я создаю ситуацию, предлагаю ей выбор, лошадь останавливается и бегом прибегает ко мне. Или лошадь начинает экспериментировать, подходить, убегать, стоять и наблюдать за тем, что я буду делать, да? А я предлагаю лошади подойти ко мне, и моя задача замотивировать лошадь так, чтобы она выбрала именно меня, но это уже моя задача. Но, тем не менее, лошадь чувствует себя полноправным участником в этой ситуации. Вот этот вот выбор, который мы лошади предоставляем, это вот как ребенку дать, выбрать, какую ты конфету хочешь, да? Шоколадную или ириску. Вот, ребенок будет очень рад своему праву выбирать. Точно так же лошади очень удивлены, что им дается это право, как правило, да? Потому что, как правило, никто их никогда не спрашивает. А, во-вторых, очень рады. И этим самым, вот это самое главное условие, выбор очень сильно мотивирует лошадь. Повышается самооценка лошади от предоставленного выбора. И плюс еще, когда мы, очень интересно, вот у меня леголос очень низко по иерархии был раньше. После того, как мы с ним пару лет так вот поиграли, физически я его, он получил физическое развитие, мы очень много работали над спиной, над ножками, над сбором работаем. Он вырос по иерархии, он практически до первого места. Понимаете? Повышается самооценка лошади. Когда повышается самооценка, повышается мотивация общаться с вами дальше. Вот. Что еще очень интересного в мире лошадей? Скажу честно, вот это вот «не бывает не хочу». Я это прочла у Лидии Невзоровой. «Не бывает не хочу». Вот. У лошади действительно, ну, я так задумалась, действительно не бывает такого, что «не хочу». Всегда есть по, вот именно глубинная какая-то причина. Бывает, что «не умею», бывает страшно, бывает не способен физически, бывает не понимаю. Вот. Поэтому, когда лошадь чего-то не хочет, просто постарайтесь понять. И вот тот самый-самый эффективный метод сменить мотивацию лошади. Убедить ее, чтобы она это захотела сделать или хотя бы попробовать. Вот. Более того, у лошади не бывает «не хочу» до такой степени, что она просто кровь из носу будет стараться и работать с вами. Это тогда, когда уже лошадь присоединена к вам, считает вас своей семьей и другом. Вот. В этом наша ответственность. Не надо кровь из носу. Важность работы на доверие. Об этом уже сказала. Важность коммуникации. Это те первичные, та первичная фундаментальная работа, о которой говорит Хэмплинг. Вот его книгу я перевожу. Это игры с лошадью, именно общение, язык тела, без вкусняшек, да? Нет, вкусняшки вот на самом деле даже Хэмплинг применяет, но он применяет их так вот, в конце сессии или после чего-то, то есть невзначай. Не то чтобы вариативный режим подкрепления, просто он еще намекает лошади, что возле него в зонах комфорта, в том числе, что тебе иногда что-нибудь может и какая-то вкусняшка. Но самый вот этот момент, важность коммуникации. Вы должны понимать язык тела лошади, вообще язык лошади, то есть что она сейчас сказала, почему она так посмотрела, почему она так повернулась. То есть предсказывать ее реакции, уметь вызывать самому нужные реакции лошади, да? И самому владеть своим телом так, чтобы лошади это было понятно для вас. То есть это самое первичное, вот, что мы можем дать лошади. Вот, болтомня соседа. Так, что ж такое опять? Опять тут. А с конем всегда хочу, надо его учить холодности. И дальше больше не буду отвечать, потому что очень сильно отвлекаюсь, ребят. И про видео леглоса можно посмотреть на моем канале в ютубе, и в курсе уроки лошадиного много, и в видео. Я вам потом пришлю, давайте вопросы потом, отвлекаюсь сильно. Болтомня соседа. Смотрите, по поводу, это очень-очень важная тема. Смотрите, по поводу вашего языка тела. Представьте себе, что у вас болтливый сосед. Это пример хэмфлинга. Вот, и вы привыкли, или, например, как часто делают мужья с женами, да, вот жена болтает, 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 да, и часто муж совершенно уже думает о другом, он попросту мимо ушей пропускает весь этот шум, всю эту болтомню. Или мы пропускаем болтавню соседа, и когда сосед или жена хотят сообщить что-то очень важное, в этом потоке мы просто не замечаем ничего этого важного. И очень интересный момент, вот этот пример хэмфлинга мне тоже очень понравился, то, что лошади, собственно, поступают точно так же с нами. Мы. Это не значит, что лошадь, надо требовать, чтобы лошадь была внимательной, очень сконцентрированной, вот очень-очень-очень стараться, чтобы лошадь обратить на себя внимание. Нет, лошадь всегда внимательна. Но просто мы делаем настолько много шума, настолько много лишних телодвижений, мы настолько не контролируем свое тело. Вот, например, я буквально вчера в дневнике описывала мою работу с моими лошадьми, я решила вот именно, во-первых, молча заниматься с лошадьми, а во-вторых, наблюдать за собой, и лучше ничего не делать, чем что-то делать. Я это назвала, знаете, как каплей в штиле, каплей в штиль, то есть когда гладкая поверхность воды и капнет капелька, вы сразу же увидите круги. Так, лошадь, если вы ничего не делаете, тогда даже незначительное какое-то ваше телодвижение вызовет какую-то реакцию внимания лошади. Понимаете? Вот, это очень сложно, вы почитаете в моем дневнике на сайте. Вот, и вот нам нужно, в чем наша работа над собой, что мы можем лошади предложить? Вот эту частоту языка нашего тела нужно анализировать, нужно отслеживать, скажем так, фильтровать базар наших телодвижений. Например, вчера я заметила, когда я тренирую лошадь, у меня очень похожи взмахи руки, когда я прошу лошадь голопом пойти, когда я прошу лошадь расширить диаметр круга, когда я просто отгоняю, отодвигаю голову лошади и так далее. И лошадь часто просто путается в моих знаках, понимаете? Это очень важно. Мы должны предложить лошади наш чистейший без акцента язык тела, пусть это будет по-человечески, вот, но тем не менее. Ура, загрузились слайды. Сейчас. Так. Что мы еще можем предложить лошаде? Ну, такими пафосными словами, да, сказать, это у человека, вот, в мотивации есть такая потребность принадлежности и любви. То же самое с лошадью. Если она хозяйская, любимая, или хотя бы вы являетесь куратором этой лошади, это поможет вам ее обучать и мотивировать на общение, работу с вами. Вот. Что еще мы можем дать лошади? Потребность в признании и восхищении. Я не знаю, как это объяснить с точки зрения, вот, научной точки зрения поведения лошади, психологии лошади, но я уверяю вас, это абсолютно точно работает, когда вы восхищаетесь своей лошадью. И вы знаете, вот, маленький секретик в том, что не забывайте иногда восхищаться простыми вещами. Когда вы восхищаетесь только новыми какими-то командами, лошади демонстрируют вам вот эти вот свои умения, то, чему она недавно научилась. А старая забывается. Мы забываем быть благодарными лошади просто за то, что она рядом с нами, просто за то, что она без споров идет за нами, и за какие-то простые вещи тоже. И восхищаетесь лошади точно так же, как женщине необходимы иногда, чтобы ее любимый просто иногда сказал, я тебя люблю. Да? Вот просто так. Вот, поэтому вот, что мы можем дать лошади. На самом деле, вот я вам скажу, у вас слайды не отображаются, а у меня на компьютере отображаются, у меня как бы такая, ну, закладки записки, поэтому, поэтому вы в записи все увидите. Так. Вот, в общем-то, в этом и зарыта собака. Еще вам хочу проанонсировать, если кто-то не знал, если кто-то не слышал о моей книге, в которой как раз огромное внимание уделяется именно личностному, духовному росту человека, вот, о том, как контролировать эмоции, энергии, как слушать, быть услышанным лошадью, вот, что значит любить лошадь. А это значит понимать, прежде всего, лошадь, да? Вот, и так далее. Я перехожу на следующий слайд. Итак, работа над собой. Вот, дошли. Это 14-й слайд. Работа над собой. Видите, как много пунктиков? Всем видно слайды? Напишите, пожалуйста. Я только что загрузила их. На самом деле, я быстро пробегусь по этим пунктам. Во-первых, мы должны учиться учиться. Как это понимать? Мы должны учиться у лошадей. Кто, как не наши лошади, показывает нам, что мы делаем неверно. И вот еще, кстати, один плюс работы на свободе. Именно на свободе мы на чистоту видим, что мы делаем не так. Вот. Так что помним, что лошади, именно лошади наши учителя. Именно вот в создании вот этого языка коммуникации. Закрываем дверь негативу. Об этом я говорила. Ругательство, наказание, переживание, ярость. Это все нам очень и очень мешает. И это просто демотиватор лошади. Абсолютный. Вот. Мы теряем энергию. Не туда уходит наша энергия. Вот. Дальше. Мы должны, вот что из позитивного. Мы должны просчитывать не минусы, а плюсы. Очень часто я себя ловлю на мысли, когда переживаю, ну-ка, ну-ка, подожди, вернись, Юля, а что он, собственно, сделал-то? А оказывается, так много. Оказывается, есть чем гордиться на самом деле. Оказывается, такие громадные шаги проделаны. Вот, к примеру, с эльфиком я начала заниматься только в январе этого года, а уже мы достигли, ну, такого доверия потрясающего. Это просто лошадь, я уже, я уже занимаюсь верховой ездой. Вот новость потрясающая на эльфике. Мы уже ездим, и сын на нем ездит учебной рысью. Я учу эльфика держать баланс, нести всадника. Он работает, учится сбору, и он ничего не боится. Не того, что другая лошадь вдруг сбежала с арены. Он не заражается этой энергией, он слушает меня. Он не боится взрывов, он не боится того, что хлопков, он не боится погремушек. И уже через кучу ситуаций мы с эльфиком прошли на доверие. Я уже не говорю о галопе на месте или укладке. Это волшебно. Плюсы огромные, но всегда мы проходим через целую череду ошибок и непонимания. Не нужно на этом акцентировать внимание. Дальше. Изменяйте стратегию, если что-то не получается. Ищите все разгадки в вас. Вы что-то сделали либо не так, либо не совсем ярко, либо неправильно. Всегда ошибки в вас. И не бойтесь этих ошибок. Ваш путь лежит через ошибки именно. Дальше. Самый секрет. Самый один из мощных секретов. Для того, чтобы мотивировать лошадь, нужно самому себе найти эту самую мотивацию. Это, естественно, ваше внимание, ваша концентрация на процессе. Ваша визуализация. О чем я говорила, вы должны представлять, чего хотите, ярко представлять, чего хотите от лошади. Более того, вы должны даже немножко сойти с ума и представить себя этой самой лошадью. И представить, что это лошадь, то есть вы именно этого хотите. Я сейчас надеюсь, что вас, ну, ваши мозги наизнанку не вывернуло. То есть вам нужно быть настолько убедительным, настолько из вас, чтобы эта мотивация сияла, заражать мотивацией лошадь. И более того, какая еще, какая фишечка? Быть на шаг впереди. То есть всегда знать. Лошади очень умные. Иногда лошадь демонстрирует вам поведение. Вы даже не ожидали, она все сделала. Вы планы расписали на месяц, а лошадь взяла и все выполнила. Вы должны знать, что делать дальше. Иначе лошади станет скучно, она от вас уйдет. Вы должны быть на шаг впереди. Как предугадывать ее реакции, так и в процессе обучения. Дальше. Мы должны осознавать наши мотивы. Мотив, я об этом говорила, мотив самоутверждения, мотив власти, это скорее стремление манипулировать. Поэтому, когда мы хотим чему-то обучить лошадь или исправить какое-то поведение, мы не должны воевать с лошадью. То, о чем я говорила в прошлом вебинаре с доминантными, агрессивными лошадьми, когда угроза нашей безопасности одна. Но когда мы обучаем чему-то лошадь, мы не должны стремиться сказать, вот я лидер, поэтому ты должен вот это сделать. Нет, мы должны осознавать, что сейчас нами движет желание манипулировать, желание власти, саму... Ну, все, что угодно, но не то, чтобы лошадь чему-то научилась. Понимаете? Вот. Дальше. Вот то, что про соседа по хэмплингу. Наблюдать за собой, убрать шум. Не путать похожие сигналы, не применять одни и те же сигналы. Вот для вас предлагается мотивирующая картинка. Классная. Может быть, кто-то ее знал, знает, видел ВКонтакте. Вот картинка, да? Первый. До первой ступени я не буду этого делать. Дальше я не могу это сделать, не умею, не получится. Потом я хочу, потом как мне это сделать, потом попытаюсь, могу, я это сделаю. Это же так просто. Вау! И на самом деле то, о чем мы говорим, да, вот этот айсберг, боже мой, это же целая жизнь уйдет. На самом деле нет. Иногда все эти вещи случаются буквально за первое мгновение знакомства с лошадью. Это сразу любовь, это сразу доверие, сразу понимание, сразу лидерство, и сразу общение, и дальше уже игры и обучение. Вот. Поэтому вы только захотите, да, и вы вдруг окажетесь на вершине этого айсберга, и, возможно, постигнете все тайны мироздания. Итак, быть лидером, это и означает уметь мотивировать, да. Энергия, блеск в глазах, заражайтесь, заражайте лошадь. Дальше. Что мы должны понимать? Наши сомнения, это такие червяки, это такие монстры, которые напрочь убивают мотивацию. Если вы не уверены, если вы сомневаетесь, правильно ли я делаю это упражнение, или они набросятся ли на меня за это лошадь, лучше не надо, лучше не действуйте. Лучше сначала разберите все по полочкам, подготовьтесь к себе, да, и тогда делайте. Страх тоже убивает мотивацию, или включает другую мотивацию лошадью, например, мотивация агрессии, мотивация поиграть в кошки-мышки и так далее. Вот, визуализация сказала. Что интересно, если мы для нашей собственной мотивации ставим какие-то цели, да, то есть мы, например, представляем, ну вот, когда я похудею, я буду худеть, буду делать такие шаги, и когда я похудею, я буду красивая, там, я надену такое-то платье. К сожалению, лошади, ну, может быть, кстати, к счастью, иначе лошади бы нас перехитрили. Лошадь не может представить себе вот этой самой целью. Ей непонятно, зачем мы ее учим испанскому шагу, ну, абсолютно непонятно, да, хотя в природе, ну, нет, испанским шагом они не ходят, они ходят, они по сажам вот эта вот такая красивая рысь, бегают, когда они возбуждены очень, но, в общем, лошади, они не понимают самой целью, поэтому мы должны вот их заражать именно энергией момента, вот именно здесь и сейчас, чтобы им была понятна именно цель, которая сейчас, именно они, чтобы взамен вот своей выгодой, которую они получают, не общаясь с нами, это общение в табуне, размножение, еда, все что угодно, да, получали вот именно в данный момент какую-то вот эту цель, чтобы они ее видели, потому что на будущее они не умеют строить планов, вот. Что еще очень интересное, какое от хэмплинга упражнение? Мотивация должна быть в вас, сейчас речь идет о том, чтобы вы могли быть настолько сконцентрированы, что вы могли сосчитать хотя бы до 10 секунд, чтобы вы ощущали вот это вот время, не суета, не шум телодвижений, не требования от лошади, не немедленно, да, вот. Иногда заставляйте себя считать до 10 секунд, но от хэмплинга, от хэмплинга совет такой, иногда, когда он присоединяет лошадей, он просто несколько минут стоит перед лошадью, не действуя никак, не убеждая, не доказывая свои силы, он просто стоит перед лошадью, ну, на расстоянии, не рядом, на, там, в 10 шагах, и это настолько убеждает лошадь, настолько покоряет лошадь, это очень сильная вещь, он об этом говорит, вот. Вот, я не использовала такой тактики, я просто, когда присоединяюсь, размерно работаю, не тороплюсь, тоже, ну, возможно, есть такой эффект, просто я об этом не задумывалась, вот. Итак, работа над собой, часть третьей, и еще, еще два слайдика, и все, и мы сегодня закончим нашу первую часть, вот. Осознание ситуации, здесь и сейчас, понимание лошадей оговорило, мы не авторитетны, если, это о присоединении, лошадь соскучится, вот. Вот, помним всегда о смехе и о улыбке, всегда, ну, не было такого, чтобы я не работала с лошадью, вот, у меня всегда рот до ушей, вот, у меня даже мимические морщинки появились, у меня всегда рот до ушей. Это, во-первых, покоряет очень сильных лошадей, жеребцов, например, да, и это тут же, вот смех, вот смех, это оружие снять стрессовую ситуацию. Если лошадь что-то сделала, засмейтесь, вот, попытайтесь засмеяться, если она, например, сбрыкнула, засмейтесь. Это очень сильное оружие, работа над собой, гибкость нашего восприятия на занятии, вот. То есть, во-первых, мы должны понимать, что легче развивать то, что легче подкреплять, развивать то, к чему лошадь способна, и то, чем она хочет в данный момент заниматься, да. Вот, если она хочет побегать, лучше учите ее подъему в голову, например. И наоборот, фантазия, пение, игры, неповторяемость, неодинаковость наших занятий, изобретательность. Я нутром чую, вот, например, мы с Гришкой начали работать в бочке, очень интересно было, здорово все получалось, но на второй день он с не очень большой охотой туда пошел, на третий день мы пошли заниматься в совершенно другое место, на большую арену, на четвертый день мы пошли в поле, потом мы опять вернулись в бочку, и Гришка уже пошел туда с интересом. Но я там занималась с ним совершенно другими упражнениями, я не гоняла его в бочке, но я вообще с ним статикой там занималась. То есть, будьте изобретательны и неповторяемы, пусть это будет комплиментом для вас от лошади. Вы должны быть спокойны, но это касается, опять-таки, эмоций и, собственно, вашего лидерства, вашей уверенности, то есть вы сильны как лидер, да, и этим мотивируете лошадь не за счет того, что вы физически сильны, а за счет того, что вы всегда уравновешены и спокойны. Вот, заразительность, благодарность мы говорили об этом. Вот, всегда я говорила окрашивать успех лошади эмоционально, восхищаться, не концентрироваться на ошибках говорила, вот, создавать условия выбора, вот, ну, в частности, создавать условия выбора, вот, пусть поработает, ну, такой очень распространенный, как бы, способ ВНХ, пусть поработает, или какое-либо другое давление условия выбора, мы потом еще в следующей части поговорим с вами о честности, собственно, о том, лошадь раб или друг, и имеет ли реально лошадь право выбора. Это очень интересная тема, и она тоже касается мотивации. Вот. Мешаем жить, да. И не забываем лошади давать переменки, это, конечно, очень важно для мотивации лошади. Вот. Ну, я думаю, последний, последний слайд на сегодня, а нет, ну, слушайте, это 18-й, давайте еще парочку, их 45. Вот. Или знаете, знаете как, это последний обучающий слайд, да, вот, потом я проанонсирую один сюрприз, и вы мне будете задавать вопросы, вот так вот, то есть это последний обучающий слайд. Вот. Видите, что тут написано? Мы никогда не получим то, чего мы хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Это, собственно, это такой вселенский закон мироздания, да. Вот. То же самое я говорю вам, говорила вам о том, что нужно быть благодарным. Очень знакома ситуация, если кто-то присутствует с уроков лошадиного языка, с курса уроки лошадиного языка, какая у нас гонка. Вот два месяца обучения, если следовать вот еженедельным вебинарам, какая гонка в обучении. Теряется, теряется контакт с лошадью, именно вот этот вот духовный. Сложно об этом говорить, что за такой духовный контакт. Но именно мы забываем простые и истины, просто быть, находиться рядом с лошадью. А на самом деле, когда мы, если бы мы имели возможность просто находиться с лошадью вот в табуне, или просто в поле с ней жить, лошадь гораздо более была бы к нам привязана и мотивирована общаться с нами, и следовать за нашими предложениями различными, обучаться. Не забывайте об этом. Дальше. На обучении мы... Кто за, что мы заканчиваем обучение? На 18-м слайде с морковкой. Вот. Тема нашего... А, ну, следующего вебинара... Следующего вебинара, это вторая часть будет. Вот. Я хочу, что вам сказать, дорогие друзья. Во-первых, уже сейчас я хочу вам дать домашнее задание. Вот. Потому что... Ну, лучше раньше, чем позже, начинать задумываться о языке своего тела. Применяйте этот принцип капля в штиль. Отрабатывайте язык тела. Вот. Пробуйте тысячу раз. Вот. Пробуйте работать абсолютно... Если вы уверены в своей лошади и в безопасности, естественно, пробуйте работать без амуниции, без веревок, без всего. Вот. Конкретная техника, она, конечно, надана в уроках лошадиного. Но, тем не менее, пробуйте экспериментировать. Главное, чтобы это было безопасно. Вот. Гуляйте с лошадью побольше. Находитесь рядом с ней. Вот именно вот это вот быть с лошадью. Устраивайте динамику, пробежки, остановки, пойте. Исследуйте незнакомые места. Вот. Четвертое задание по поводу последовательного ментального давления. Это мы на следующую часть. Вот. И кому это доступно, занимайтесь на свободе. Вот. Что я вам хочу проанонсировать? Во-первых, я вам хочу сказать, если кто-то забыл, скажите, есть кто-то, кто не смотрел три кита, на которых вы послушаете? Кто знает, что такое мотиватор эффективности в общении? Это три кита. Кто не смотрел три кита? Это трехчасовой вебинар о доверии, внимании и дисциплине. Три кита, на которых вы построите дружбу с лошадью. Так вот, этот вебинар предлагается в бонус ко всем курсам, ко всем DVD. Вот курс, который я сейчас делаю, ну, то есть, который в процессе сейчас обработки, он выходит в декабре. Вот. Тем, кто присутствует на вебинаре, имеет возможность его заказать уже сейчас, не оплачивая заказа, за 2000 рублей, то есть, с большой скидкой. К этому курсу три кита тоже предлагаются. И самое интересное предложение, то, что выпустился, уже есть, существуют DVD-уроки лошадиного языка, которые стоят 8000 рублей, и курс тоже стоит 8000 рублей. Но если вы купите онлайн-курс и купите копию этого курса на DVD, то есть, он к вам прям домой придет по почте, то вы платите только за онлайн-курс и, собственно, за доставку DVD 870 рублей. То есть, вместо 16000 вы платите 4870. Для тех, кто присутствует сегодня на вебинаре, доступна такая вот громадная просто скидка. Вот, кто заинтересован, я даю ссылку. Скажите, кто заинтересован, тогда отпишитесь тогда мне. Я даю ссылку. Так, замечательно. Даю ссылку на магазин с этим предложением, с кодом скидки. Во-первых, код скидки. Да, ссылку можно. Сейчас, ребят. Код ссылки HH50. Да, можно, Наталья, оплатить за диск. Можно. Сейчас, секундочку. Серега! Я уже говорю громко, давай, давай, где мне брать? И куда мне кидать ссылку? Сейчас, секундочку. Служба поддержки предоставит ссылки. Можно дать ссылку на магазин? Просто на магазин. Я в чат кидаю или куда? В чат. А в чате откроется? Так, смотрите. Я кидаю ссылку на диск. Если вы оформляете диск, вам там же будет предложено добавить курс. Не открывается. Ссылка не открывается. Смотрите. Все, скажите, пожалуйста, все зарегистрированы? Вот еще зачем нужно было зарегистрироваться на этот вебинар. Да, все зарегистрированы, потому что все знают пароль. Я вам после вебинара пришлю письмо со ссылками, хорошо? Лично вам на ящик, каждому из вас. Вот. Ну, а теперь, если кто-то не прочитал про DVD, можете, волшебные присоединения. Ну, а теперь давайте ваши вопросы. Мы уже два часа сегодня. Можно выделить полчасика на вопросы. Если у кого-то есть. Во-первых, скажите мне, всем было интересно? И узнали ли вы что-то новое? Без чего лошадь лучше, чем с уздечкой с седлом? Без седла? Да, возможно, добиться результатов НХ только два раза в неделю. Вполне возможно. Я занимаюсь с одной лошадью. У нас здесь рядом по соседству на ферме. Я работаю над ее спиной. У нее очень убитая спина. Я прихожу всего один раз в неделю. И я применяю как методы НХ, так и кликеры. И она все прекрасно помнит и прекрасно работает. Вот. Я не поняла первого вопроса. Если лошадь управляется без всего, а какие проблемы? Я не поняла, проблема в чем состоит. Замечательно, что слушается. Так. Как отучить лошадь стучать в деннике? Ну, во-первых, можно либо отрицательным подкреплением. То есть, например, просунуть прутик через решетку денег, так, чтобы лошадь вас не видела лучше. И в момент просто стоять. И в тот момент, когда кто-то, например, проносит еду, лошадь начинает стучать, уколоть прутиком лошадь. Вот это конкретно отрицательное подкрепление работает. И, возможно, когда лошадь заметит связь, она перестанет стучать. Но в то же время, когда лошадь... Как я Гришке объясняю? Гришка у меня тоже очень сильно стучит копытами. Я хожу туда-сюда с этой едой и дожидаюсь с тобой момента, когда он не стучит. И тогда я просто подлетаю бегом с едой. Вот, и он перестал стучать. Так. Проблемы на корде. То есть на свободе лошадь хорошо слушает, а на корде нет, да? Я, конечно, могу вам дать... Я могу вам дать совет сначала отработать радиус круга на свободе, да? Ну, это вам будет сделать сложно, только если вы купите курс уроки лошадиного, потому что мы там изучаем подробно на уроках, в видео уроках, полностью теорию, как открывать, закрывать двери, как находиться в центре круга по виртуальной корде, именно без веревок, да? Без занятий, без обучения на веревках. И когда вы сможете приглашать лошадь в свое пространство, когда лошадь будет бежать по кругу, не смотря наружу, а в присоединении она всегда, как бы, наблюдает за вами в центре, тогда не будет проблем, что лошадь куда-то срывается. Вы просто сами контролируете радиус круга. Вот. И тогда не будет проблем с веревками. Но можно поступить другим путем. Можно просто по методу НХ именно обучать лошадь тем, что если она срывается, даешь ей дискомфорт. Собственно, виснешь просто на веревке, можно на землю сесть. Вот. Вот, например, у Полины Егоровой в ее книжке о гонзе такое упражнение было. Гонза порекомендовал сесть на землю. Лошадь была очень удивлена, почему так сложно тащить. Вот. Я предпочитаю свободу, я предпочитаю, чтобы лошадь сама задумалась и сама начала слушать нас. Все очень просто. Светлана, как перейти от доверия и лидерства на земле к доверию под седлом? Очень интересно, что вот Хемпфлинг просто клянется, что он это делает буквально даже за несколько минут с дикими лошадьми. Вот. Ну, не знаю, как за несколько минут. Все-таки нужно, чтобы не было страха перед лошадью. Это очень важно, чтобы не было никакого страха. Когда лошадь учится слушать вашу энергетику, доверять вам, слышать ваш голос, ощущать ваши телодвижения все, да, когда лошадь вот прям заточена внимательно на вас, не имеет значения, в какой точке пространства вы, Светлана, находитесь. Верхом, под лошадью, над лошадью, сзади лошади. Лошадь просто слушает вас и старается вас понять. Вот так и переходите. Просто когда вы перестаете ее бояться, когда лошадь уже, когда вы уверены, что лошадь вас слушает, да, то есть лошадь, у вас, во-первых, выяснена иерархия, вы лидер, вы ведущий, да, тогда можно уже даже на голую лошадь садиться. Ну, я сейчас не буду голословно говорить там, я вам не могу вам прям вот так вот очень простой фразе выразить, когда точно, да, то есть это нужно посмотреть на вашу лошадь, на видео, да, пообщаться с вами, тогда сказать, можете вы доверять вашей лошади, лидер вы или нет. Но в целом, если вы построите язык, язык общения с лошадью, лошадь вас будет понимать всегда внимательно к вам, не игнорировать вас, не ходить сквозь вас, то не имеет значения, в какой точке пространства вы находитесь, в том числе на лошади. Вот, Мирослава, проблемы с фантазией, вы имеете в виду, как не повторять занятия, да, хотя бы меняйте упражнения местами, меняйте, не делайте, например, вот лошадь должна пробежать 4 круга, но это демотиватор, через 4 круга лошадь больше будет отказываться у вас бегать, да, похвалите ли ее через круг, а потом похвалите только через 5 кругов, да, не останавливайте лошадь в одном и том же месте, да, то есть ваша фантазия зависит от того, как вы, ну, насколько вы включаете работу мозга, насколько вы анализируете каждую ситуацию, да. Дальше. Возникают проблемы с уздечкой и в социуме, когда в манеже много... Ну, понимаете, уздечка – это, ну, все мы знаем, что это как минимум отрицательное подкрепление, как максимум это сильная боль, да, или как минимум это какой-то дискомфорт. Монти Робертс решает эту проблему, ну, отчасти, он приучает лошадь к уздечке, он мажет ее медом, вот буквально медом мажет и приучает так, чтобы вот лошадь любила эту уздечку обсасывать там и любила с ней работать. Я не работаю с уздечками, я призываю всех контролировать лошадь по-настоящему, и максимум, вот, что я своим лошадям собираюсь купить – это сайдпулы. Я никогда не буду работать с уздечкой, вот, ну, я... просто это мой выбор. И я не понимаю, вот, какие проблемы возникают с уздечкой, например, да, если это просто неприятие, может быть, может быть, лошади больно, реально, она вам об этом говорит. Когда много народу... Может быть, когда много народу, она... Ну, лошадь более взбудораженная, более резкие движения делает, уздечка дает... То есть я сейчас, в общем-то, гадаю. Сложно ответить на ваш вопрос. Так. Возможно, лошадь 20 лет со скверным характером всему этому научить. Ничего хорошего в своей жизни она не видела до приезда к нам. Людмила, это... Мало того, что это возможно, лошадь просто... Вы знаете, лошадь просто настолько будет вам благодарна, что вы даже удивитесь. Лошади очень удивляются. Вот когда к нам на семинар на Кипр приехали люди, и мы взяли необученных лошадей, в том числе старых, стареньких, у которых никто никогда не спрашивал их мнения, которые все время в прокате работали, они настолько были удивлены, что им дается выбор, они с таким, с такой охотой, с таким вот прям радостью все пять дней работали, ну, это в кавычках работали, да, общались с нами. А у нас на самом деле и динамика была, и с кликером обучение, и уступки давлению, и вплоть до... Там, плечом внутрь даже мы пытались их учить, неподготовленных-то лошадей. Вот. То есть она будет вам благодарна. Нужно, нужно с лошадью начинать уже общаться, начинать диалог. Нет, понимаете, Маргарита, вопрос по кликеру, как перейти только на него без вкусняшки? Понимаете, клик и вкусняшка, это закон. Единственное, что можно, как положительное подкрепление, использовать не вкусняшку, а не, ну, что-то другое, что очень нравится лошади. Например, диких лошадей или диких животных, да, как приучают подпускать к себе. Человек смотрит на лошадь, ну, да, на лошадь, и если лошадь стоит спокойно, да, человек кликает и отходит. То есть то, что человек отошел, это являлось своего рода положительным подкреплением, своего рода вкусняшкой, и таким образом дикое лошадь или дикое животное любое, там, подпускает к себе человека очень близко, зная, что он сейчас, вот если кликнет, он отойдет, да, то есть, но если вы просто хотите избавиться от вкусняшек, то вы, когда обучите с помощью кликера и вкусняшки чему-то лошадь, тогда уже вы будете включать вариативный режим подкрепления, то есть, и вообще потом для данного упражнения, скажем, вообще никогда можете не хвалить вкусняшкой, просто включите это упражнение в цепочку других упражнений. Вот, ну, то есть это уже надо конкретно говорить о конкретных командах, конкретной ситуации. Вот, я выпустила не методичку, я выпустила книгу «Путь к сердцу лошади». Там очень много секретов, очень много о работе, но все равно ничего не замедлит живой работы, конечно. Ну, вот еще видеоуроки, вот эти вот мои курсы, там я делаю видеоуроки. На корде тяжело заставить бегать без хлыста. Пару шагов пробежит, стоит, смотрит на меня. Во-первых, Ирина, читали ли вы азбуку лошадиного? Разбирались ли вы вот в методике Пата Парелли по фазам давления? То есть, как научить лошадь, как научить лошадь, а, если он только видит в руках, да? Если только видит в руках хлыст. Вот, хорошо, начинайте просить лошадь двигаться именно то, о чем мы говорили, именно с мысли, с намерения, с повышения энергии, с учащения дыхания, с учащения пульса, вплоть до подпрыгивания, и уже, когда лошадь на все эти знаки не реагирует, тогда берите, вот, с земли поднимайте, берите в руки хлыст. Пусть это будет последняя фаза давления, что он увидел хлыст в руках. Затем, как вы хотите, чтобы лошадь слушалась вашу команду, да? Голосовую команду не имеет смысла давать, если лошадь не понимает, что вы хотите от языка вашего тела, от энергии. Но, если вы хотите, чтобы лошадь слушалась без хлыста, то и начинайте уже, объясняйте ей это до того, как возьмете хлыст, То есть, сделали всю эту работу, и попробуйте. Просто, это очень сложно заразить лошадь своей энергией, это действительно сложно, но зато это настоящий контроль. Я могу сказать по леголосу, это волшебно, когда лошадь от одного напряженного взгляда, от того, как я дышу, начинает менять аллюр. В нашем КСК не удовлетворяются некоторые потребности лошадей. Они не гуляют в ливаде вместе только по одному в течение часа. Стоит ли начинать… Да, почему стоит начинать такой лошадью заниматься? Ну, вот смотрите, как Невзоров делает. Он вообще запрещает своей лошади общаться в социуме в своем собственном, только с человеком. Он мотивирует ее и он как бы играет, ну, вот как кто-то дрессирует животных моряя голодом, чтобы они очень хотели есть и за это работали, вот как вот условное подкрепление, наоборот. Они, ну, в кликер это безусловное, да, вот просто условное. А Невзоров, например, мотивирует лошадь к общению тем, что лошадь в одиночестве живет. То есть, вы можете общаться единственное, если лошадь не выгуляна, не надо ее обучать, нужно дать ей разрядку сначала. Переворачивается именно на корде. Ну, Жень, если вы хотите именно на корде, я вам опять говорю, либо работа на свободе сначала до того, что вы оттачиваете управление лошадью в пространстве на свободе, либо вы действуете по НХ и долго и методично даете лошади дискомфортно, неправильное поведение, или даете ей, пусть перевернется и работает в другую сторону, ну, как бы, трудотерапия, вот метод НХ. да, и на попе будешь волочиться следом, да, возможно. Засмеяться, чтобы разрядить обстановку, ну, ну, кстати, да, это может и быть положительным подкреплением, ну, тут скорее, может быть, нужно смотреть, это была просто реакция лошади или агрессивная реакция лошади, да, это не будет настолько, вот прям, ну, настолько положительным, как, вот, лошадь легала с Гришкой мне вчера в чистом поле вдруг пошел на меня попой, чтобы не присоединяться ко мне, а просто одним махом отмахнуться, вот козырем, то, что он на меня попой умеет ходить, и я рассмеялась, но это был смех с радостью, и это подкрепляет, да, вот я неправильно рассмеялась, это подкрепляет, а смех не то, чтобы вот такой прям радостный, ууу, ты на меня там скозлил, а вот смех, как вот, я имею в виду такого рода, что вот, вот, прикольно, как ты, как ты реагируешь, какой-то интересный, вот в таком ключе, не то, чтобы вот прям мотивировать лошадь, просто быть спокойным и, скажем так, любопытным к реакциям лошади, да, конь слушает идеально на свободе, только когда мы вдвоем, не терпит присутствие посторонних, я не имею права уделять им внимания, даже говорить по-мобильному, это ревность, ну, во-первых, это, мне леголос тоже покусывал меня, если лошадь кидается на других лошадей, или, ну, кого-то другого, что охраняет вас, это одно, вы можете, в общем-то, можете пресекать эти попытки, ну, тот же пиньон, да, он работает жеребцами, и ему важно, чтобы жеребцы вели себя дисциплинированно, никто ни с кем не дрался, ни за него, ни друг с другом, ни по какой причине, если же лошадь просто, не дает вам просто быть, и, собственно, это можно назвать даже хамством, если она лезет в ваше пространство, да, и не дает вам заниматься своим собственным делом, то есть, тут дело уже в иерархии, нужно работать над лидерством, на огороженной территории работаем хорошо, в руках без веревок, на свободе контакт теряется, и сомневаюсь, стоит ли расковать жеребца, может случиться что угодно, но хочу крепить отношения, так, расковать это по поводу копыт, или расковать это по поводу отпустить на свободу, я тоже вам не могу советовать отпускать жеребца на свободу без гарантии контроля, да, ну, вот, я просто хочу сказать, что если бы были такие условия, такая возможность, что можно отпустить безопасно лошадь на свободу, тогда лучше потихонечку, потихонечку присоединять его на свободе, то есть, очень дозировано оказывать свое давление, очень дозировано заниматься, ну, это уже техника присоединения, как бы, я сейчас не буду об этом, это все в курсе, вот, то есть, чтобы на свободе, если вы отпускаете жеребца все-таки на свободу, да, раз теряется контакт, да, и, скажем, если он не бегает, не бежит, сломя голову кобылам, а просто пасется, тогда у вас есть шанс его присоединить и настроить контакт и мотивировать к работе, есть шанс, а если нет, то вам нужно в замкнутых пространствах проработать, ну, Женя, я поняла, что вы не верхом, когда она в уздечке, я это имею в виду, вам нужно, вот, мой совет, научиться управлять полностью лошадь, ну, чтобы она не рвала корду, да, на свободе, уметь уступать ей пространство, уметь направлять ее, уметь держать радиус круга, на свободе, хотя, как ни парадоксально, у Пата Парелли все наоборот, он сначала на корде, вот, по поводу некоторых без уздечки, просто вывести в Леваду невозможно, я на прошлом вебинаре рассказывала о нашем жеребце, которого все водили только исключительно на уздечке, но потом пришел человек, который просто знает, как общаться с лошадьми, и он с первого же дня стал водить его в обычном недоустке, и потом даже без недоустка этот жеребец за ним ходил, вообще без вкусняшек даже, так что просто нужно знать кнопочки. Вот насчет жеребца «Вести мимо кобыл» тоже можно, и без уздечки, вот понаблюдайте за работой Хэмфлинга, и читайте книжку, очень интересно, жалко, что мы сегодня с вами не успели пройти шесть правил Хэмфлинга, но в следующий раз. Что еще, Женя? Вот я вам уже сказала, да? Если на свободе вы не можете работать, работайте на карде, ну, просто вам нужно миллион раз, миллион раз, миллион попыток попробовать и миллион раз объяснять лошади, что такой ее выбор будет более дискомфортен для нее. Если жеребец на свободе, когда бесится, выкидывает копыта, ну, тут соблюдать, во-первых, свое пространство, ходить с хлыстом, если он не соблюдает абсолютно, да, если он понимает, что вы ничего ему не сделаете, не сделаете своими руками, там, силой своего присутствия, да, вот. Знаете, я вам сейчас дам, я вам сейчас дам такой ролик, может быть, вы не видели, как Хэмфлинг, вот рядом прямо с Хэмфлингом, жеребец тоже выкидывает копыта, он настолько Хэмфлинг спокойно стоит, настолько поразительно, вот, но любой лошади, когда она так себя ведет, да, то есть, не соблюдает ваше пространство, вы можете предупредить, показать хлыст, да, прогнать, если лошадь не слушается, ударить хлыстом по воздуху, не по лошади, по воздуху, по земле, как угодно, главное, чтобы лошадь покинула ваше пространство, поняла, вот именно в тот же момент, понимаете, вы должны реагировать, но лучше всего, лучше всего, просто не подпускать так близко жеребца к себе, если вы внимательно смотрели, как играет жеребец Невзорова, то Невзоров однажды даже отпрыгнул от него, когда тот бесился, да, но Кусаки Невзоров позволяет это делать, то есть, игнорирует, вот сейчас я найду Хэмфлинга, такой чудесный ролик, где он присоединяет жеребца на свободе, просто вот, просто замечательный, и он там размахивает, знаете что, я вам тоже пришлю на ящик, ладно, потому что ссылки у нас в чате не читаются, вот, пришлю лучше на ящик, и не будем тратить время на поиск ролика, вот, по поводу двух килограмм морковки с кликами, делайте кусочки поменьше, просто, не важно, какой величины кусочки в кликер-методе, ну, с лошадью во время ипотерапии, если вы, если у вас отношения хорошие с вашей лошадью, если вы абсолютно ее контролируете, да, вы можете работать и с голой лошадью в ипотерапии, если вы не уверены в чем-то, ну, то я ничего не могу вам посоветовать, да, ну, на недоустке-то лошадь, ну, всяко должна слушаться, да, я, например, сажаю, когда сына на эльфика, вот, буквально, вот, одну неделю мы на нем занимаемся верхом, вот, и эльфик, у эльфика совершенно голая голова, и я знаю, что я его контролирую, он абсолютно, то есть, я могу любого человека на него посадить, я уже сажала тоже, вот, и я просто работаю с лошадью, лошадь работает со мной, и это не важно, кто там, кто там сидит, и лошадь ВКонтакте, если вы можете такую гарантию дать, то да, но я вам не могу такую гарантию дать, понимаете, вот, вы должны сами понимать, да, спасибо вам, Людмила, да, дорогие мои, вас осталось 30 человек, скажите, пожалуйста, когда мы с вами встречаемся, в четверг, или вы хотите пораньше, через неделю мы с вами встречаемся, через неделю мы с вами встречаемся, надо, смотрите, смотрите, сначала начинается учащенное дыхание, потом вы даже поднимаете диафрагму, настолько вы показываете лошадь, да, подняете ваши энергии, потом начинается, после представления о том, что вы уже бежите, маленькие подскоки, вот, буквально вы, как в нетерпении, такой шарик, который вот с пружинкой, да, потом начинается, вы уже действительно бежите, и потом только хлыст, ну, хлыст может быть, ну, не то, чтобы на земле у вас в руках, но за вами, чтобы лошадь его не видела, да, и только потом мы его показываем, этот хлыст, да, дальше, это бред по поводу метода Невзорова, это, ну, бред какой, что он отпрыгивает от жеребца, не поняла, какой, ну, какого метода, то, что он отпрыгивает от жеребца, я привела не как совет, а просто как факт, что вот он так делает, да, и, ну, не поняла, так, так, а, лишать лошадь общения, да, я согласна, абсолютно, Александра, да, это я согласна, я все-таки, ну, понимаете, у Невзорова некая высшая цель создать из лошади духовное, интеллектуальное существо, которое будет наслаждаться вот именно интеллектуальной жизнью, вот, ну, я так понимаю, да, я все-таки за то, чтобы давать лошади быть лошадью, вот, давать ей право оставаться лошадью, и пусть, пусть она не будет настолько заточена на человека, но, ну, представьте, если бы вас заставили быть собакой только, или лошади только, ну, это же несправедливо, наверное, да, ну, у каждого свое видение. Ничего страшного, что лошадь знает, что можно смотаться, да, вот именно, я об этом и говорила, что когда мы думаем, что мы, если что, будем контролировать лошади амуницией, то мы заходим просто в тупик, это иллюзия контроля, именно поэтому нам нужно научиться языку тела, научиться вообще вот пониманию, что слушает лошадь, очень, вот, ну, просто очень классно об этом говорит Хемфлинг, так что вот читайте, следующая статья о его шести правилах выйдет в понедельник, и на следующем вебинаре я сама вам о них расскажу, вот, дело не в том, что лошадь понимает, что она может сорваться, дело в том, что, чтобы лошадь признала нас, как лидера, мы не должны для этого быть реально сильнее, понимаете, уздечка и авторитет, вот мне многие, некоторые вот люди говорили на семинаре, вот жеребец под седлом ходит прекрасно, а с земли это чудовище, это монстр, почему, ну, потому что, наверное, все-таки уздечка, она настолько боль ему приносит, что он просто не рыпается, да, он на время тушит вот всю эту свою ярость, вот, поэтому это тоже все-таки не выход, вот я думаю, это самообман, вот, и, ну, так вот, если у вас своя лошадь, это одно, если у вас школа, вот, например, в нашем клубе, хозяин конюшни, уже признает мои методы, раньше я была сумасшедшая, теперь он признает мои методы, но он мне говорит, Джулия говорит, у меня просто нету времени с каждой лошадью так возиться, я не могу доверять вот каждой конкретной лошади, ну, это уже, конечно, выше его понимания, если я ему о хэмплинге расскажу, что он за несколько минут добивается этого, да, и поэтому он вот использует и уздечки, у него поток людей, у него школа проката, он использует уздечку, но, вот, если вы имеете возможность заниматься с лошадью, действительно достичь этого понимания телепатии, познать вот этот язык лошади, грубо говоря, да, то не нужны никакие уздечки, как бороться с собственничеством, ну, нудно, нудно объяснять, просто каждый раз объяснять, вот, объяснять, во-первых, ну, во-вторых, уважать его мнение, я не знаю, понимаете, вот вы говорите, свое поле, то есть он охраняет от других людей, да, то есть это уже надо других людей учить, как себя вести, да, это довольно опасно, а, попасть к такому жеребцу, да, на его территорию, а если это касается именно вас, то вот просто ставить его на место, отстаивать свое мнение, свое пространство, свое право идти туда, свое право делать то-то на его территории, вот, но не нагло, ну, как бы не претендуя на то, что вы его унизите, да, можно раньше, можно раньше, в четверг нормально, можно раньше, слушайте, ну, два раза в неделю, на самом деле, вот сейчас я готова продолжить пораньше, но два раза в неделю, это реально, это жесть, потому что я работаю каждый день с лошадьми, я еще просто так бесплатно здесь на фирме работаю с лошадьми, тоже с другими лошадьми, я пишу статьи, делаю этот курс, и работы ужасно много, все для вас, вот, и, собственно, подготовка, у меня не получается подготовиться к вебинару, просто вот так вот взять и прийти поболтать, я как-то так ответственно отношусь, и прям вот, ну, по полной программе делаю эти слайды, вот, поэтому два раза в неделю, не знаю, но продолжение этого вебинара, в принципе, я могу пораньше провести, да, да, Александра, я поняла, ну, что ж, дорогая Настенька, у Насти в Красноярске уже полчетвертого утра, кстати, я у Насти, как-нибудь предоставлю ей слово, она закончила курс уроки лошадиного языка, у нее была очень доминантная лошадь, вот, и, либо возьму, возьму у нее интервью, и вообще вас будет ожидать много интервью, с разными интересными людьми, начало бежаться, когда мы наедине, Елен, я не очень поняла ваш вопрос, что значит, на что он начал бежаться, когда вы наедине, на то, что вы просите его бегать на виртуальной карте, я приеду в Петербург летом, я каждый год приезжаю с Кипра в Петербург, то есть, ну, там родители, я всяко в Питере провожусь, буду проводить семинар, вот, а по поводу Москвы нужно договариваться, чтобы была группа, чтобы были лошади, в принципе, это можно опять провести в караване с их лошадьми, но мне бы хотелось приехать в такой клуб, в котором ждут лошади с их владельцами, чтобы это были лошади, знакомые людям, и вот, кстати, кстати, вот, и чтобы лошади никуда не надо было везти, да, то есть, не в каком-то чужом клубе организовать, а чтобы вы организовали, организовались в группу сами, и пригласили меня, вот, скажем, как в Питере получилось, я приехала в клуб Кентавр, там ждали меня 6 лошадей их, и мы чудесно провели время, да, и для лошадей это не было стрессом, и люди знали этих лошадей, и в дальнейшем применяли знания после семинара на лошадях, а в караване мы позанимались с лошадьми, мы открыли их, сердца, скажем так, присоединили, они были удивлены, и мы уехали, все разъехались, и лошади опять, ну, продолжили жить своей обычной жизнью, вот, то есть, в Москву я приеду, когда будет группа, то есть, нужно вести, скажем так, начать процесс организации группы, а, злиться, что отвлекаетесь на посторонних, ну, ну, просто у вас как бы должны быть глаза назад, в ботылке, Елена, да, вы должны предугадывать это его поведение, да, и стараться, по крайней мере, и давать какое-то новое задание, отвлекать, и как минимум отгонять от себя, не давая ему реагировать вот так вот на ревностно. Ура! Если будет в Москве группа, я с удовольствием приеду, у меня теперь в Москве очень много друзей, после последнего семинара, привет Насте, если Настя здесь есть, и в любом случае она будет смотреть запись, вот, и, ну, я, конечно, я с удовольствием приеду в Москву, и, в общем-то, и другие города, и другие страны тоже я рассматриваю, единственное, нужно вот, ну, конкретно уже по делу беседовать, переписки. Ну, замечательно, что, пишите тогда мне, давайте договариваться заранее, потому что лето у меня очень плотно расписано, на самом деле, потому что я расстаюсь с лошадьми где-то на два месяца, и за эти два месяца я очень-очень скучаю по ним, и мне нужно успеть сделать очень-очень много работы в разлуке с ними, поэтому время расписано буквально по часам, и так что нужно заранее планировать семинары, давайте тогда, если наберется две группы с лошадьми в Москве, то тем более нужно спланировать так, чтобы получилось это все за один приезд. Вот, индивидуальные занятия, когда я приезжаю в Москву, вы просто организуете транспорт, чтобы меня доставлять, да, от моего места пребывания к вам и обратно, то есть вот тогда я буду к вам приезжать, вот, либо вы ко мне на Кипр приезжаете, на индивидуальные занятия. Ксения, вот под присоединением я понимаю именно всю ту философию, весь тот айсберг, помните картинку, которую я давала в начале, вот, то есть это и доверие лошади, и внимание лошади, да, и уважение лошади, вот это вот, грубо говоря, вот все те здания, которые я вам, о которых я вам рассказывала, вот вся эта философия, это присоединение лошади, то есть лошадь доверяет, воспринимает нас как семью, как лидера, как друга, ей интересно с нами, и она доверяет нам настолько, что будет следовать за нами, и чутко реагировать на любые наши сигналы в любой опасной ситуации, то есть это я называю присоединением, ну вот, истинным, да, то есть, скажем, на курсе, на DVD, который я вам готовлю, я, конечно, вам не показываю, мне бы, ну, это нужна жизнь, чтобы истинно контролировать, скажем, жеребца, вот, вот, например, на семинаре, если вы читали отчет, Зевс прекрасно ко мне присоединился, но когда он сбежал, он побежал к кобылам, да, и я не контролировала его, потому что я с ним не работаю, я лишь однажды с ним занималась на присоединение, да, и именно методика этого присоединения лошади, как нам начать этот путь, как присоединить лошадь в поле на свободе, как работать с лошадью на свободе в поле, об этом я говорю вот на этом, в этом курсе, в DVD, волшебство присоединений, то есть, я могу присоединить лошадь и в поле, и в замкнутом пространстве, и на большой арене, и в бочке, но под самим истинным присоединением я подразумеваю вот именно эту философию, и это нарабатывается постепенно, и в курсе, конечно, я об этом рассказываю и показываю, вот, саму методику, вот, ну, вот, Ксения, если вам очень любопытно, почитайте отчеты о семинарах, там много присоединений есть, и заказывайте курс, и читайте статьи мои о присоединении тоже, ну, попробуйте, как хэмплинг, да, может, поможет, может, поможет, важно не то, чтобы разговаривать, удержать внимание, да, мне очень поразило, вот, вчера я занималась, когда с лошадьми молча, вот, специально молча, мне даже, не то, чтобы очень, а, ну, мне как-то, вот, ну, был, так странно, что я действую, действую, абсолютно молчу, это вот такая игра была о молчалке, но лошадь совершенно адекватно отвечала на все мои сигналы, абсолютно, ну, я могу сказать, что с Леглосом это было легко, потому что он чувствует мое дыхание, мой взгляд, мои мысли, у меня на присоединение с лошадью уходит несколько минут, бывает, что уходит, вот, с одной лошадью, я более 20 лет была, она настолько была удивлена и поражена, что, что я пытаюсь ей сказать, она мне настойчиво предлагала просто работу в бочке, а мне нужно было пригласить ее в свое пространство, и на то, чтобы она все-таки поверила мне, что да, да, я, да, тебе, да, я предлагаю выбор, мне ушло где-то полчаса, наверное, вот, на семинаре гораздо быстрее, но, понимаете, на семинарах я показываю, а потом даю возможность людям присоединить лошадей, чтобы они почувствовали это, поняли это, и тогда, возможно, больше, вот у каждого, возможно, он даже полчаса и уходит. Если, да, это, да, это шаг присоединения, да, если она появится, пойдет за вами, если у вас настолько сильная энергетика, вот эта вот харизма, что лошадь идет за вами, это уже является присоединением, вы авторитетны, вы претендуете на вожака Табуна, она, естественно, это является присоединением, да, ну, скажем так, первым шагом, то есть лошадь от вас, скорее всего, убежит потом, я объясняю, что делать дальше, лошадь после присоединения, вот тому, что мы делаем на семинарах, как правило, она очень быстро убегает, и что же делать дальше, а бывает лошадь выбирает стратегию настоять и наблюдать, и что человек будет делать, вот, то есть она будет за вами головой следить, наблюдать, то есть, да, я внимание, я вся внимание, но с места не сдвинется, и так далее. Ксения, у вас остались еще вопросы? Во-первых, да, вы правы, это зависит от того, что хочет человек, и это зависит от того, умеет ли человек объяснить это лошади, да, человек, может быть, очень многого хочет, но если он не умеет объяснить понятно это лошади, то дальше тоже, то дальше ничего не будет, вот, ладно, дорогие мои, спасибо вам за ваше присутствие, и вот я даже не знаю, как бы нам проголосовать, давайте просто устроим голосование, голосование на сайте, на страничке вот этого вот комнаты вебинара, в какой, в какой день провести? Четверг? Да? Мне служба поддержки говорит, четверг проводи. Хорошо, я вам пришлю, если вы меня закидайте просто письмами, давайте, давайте быстрее вторую часть, а вторая часть очень интересная, вот, ладно, я проведу пораньше, если не закидайте, встречаемся в то же время в четверг, и с меня ссылки на DVD, на курсы, вот, все, что я вам обещала, и на хемпфлинга, с жеребцом, который размахивает копытами, очень интересное видео, очень мотивирующее. Замечательно, замечательно, давайте, попробуйте, попробуйте сейчас вот выполнить домашнее задание, молча заниматься с лошадью, там, без веревок, на свободе, все, экспериментировать, общаться. Ссылки будут прямо сейчас, прямо сейчас, если вы зарегистрировались на вебинар, да, на этот, то есть получили пароль по подписке, то я всем вам пришлю ссылки, да, на почтовый ящик. прямо сейчас пришлю по рассылке. дорогие мои, до свидания, до свидания, всего вам хорошего, задавайте ваши вопросы, присылайте, не забывайте предлагать темы на следующие вебинары, вот, а к следующему вебинару как раз я вам пришлю видео, как эльфик, насколько он замотивирован, и насколько он радуется работе на манеже, причем на открытых пространствах. До свидания, все, до связи.